Всем привет! Меня зовут Лера и сегодня я расскажу, как передавать новые сообщения из вашего бота Telegram в Jira Service Desk. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать сообщения из Telegram бота в другие системы. Например, в Jira Service Desk вы сможете создавать новые запросы на основании сообщений из Telegram бота, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Telegram. Теперь необходимо указать действия, получить новые сообщения. На этом этапе вам необходимо подключить ваш Telegram бот к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать токен бота. Для этого перейдите в ваш Telegram, найдите бот Fazer и пропишите команду mybots. Далее в настройке бота выберите API токен. Копируем токен и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Если вы не знаете, как происходит создание и настройка Telegram бота, то ссылка с подробной информацией будет в описании к этому ролику. Обратите внимание, если ваш бот был ранее подключен к другим системам, то это соединение нужно разорвать для корректной работы с Apex Drive. Как это сделать, подробно описано в нашей справке, которая также будет в описании к этому ролику. Давайте проверим, существует ли у этого бота подключение к другим системам. Для этого необходимо в браузере вставить эту ссылку, где вместо текста прописать токен вашего бота. Вставляем токен бота. Теперь видно, что с ботом все в порядке и текущих подключений у него нет. Но если у вашего бота есть подключения, то их можно удалить. Для этого копируем и вставляем в браузер другую команду. Текст также заменяем на токен бота. А команду GetWebHookInfo заменяем командой DeleteWebHook. После того, как вы проделали эти операции и существующих подключений нет, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом нет необходимости, поэтому тоже кликаем «Продолжить». На этом этапе должно отображаться одно из сообщений вашему Telegram-боту. Если здесь данных нет, давайте начнем новый диалог с вашим ботом. Давайте ему напишем какое-то сообщение. После этого возвращаемся в систему Apex Drive и загружаем тестовые данные. Когда на этом этапе отобразятся тестовые данные общения с вашим ботом, можно кликать «Далее». На этом этапе настройка источника данных Telegram успешно завершена. Теперь необходимо перейти в настройки приема данных. В качестве системы выбираем Jira Service Desk. Далее необходимо указать действие «Создать запрос». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Jira Service Desk к системе Apex Drive. Введите свой имейл и пароль к личному кабинету Jira Service Desk. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Jira Service Desk. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь необходимо указать проект и тип запроса, на который будут передаваться новые запросы. После выбора у вас отобразятся поля с описанием запроса. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены в полях, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Jira Service Desk». После успешной отправки переходим в Jira Service Desk и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных в Jira Service Desk успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok